Сегодня мы хотим показать, как правильно укладывать камни в печь, гриль Денисов. Здесь представлены разные виды камня. Камень этот бывалый, цилиндры нержавеющие из 201 стали. Обращаем ваше внимание, что загрузка не должна превышать 200 кг. И в нашем случае наш заряд будет состоять из примерно 100 кг камня и примерно 100 кг металлических цилиндров из нержавеющей стали. Камни мы видим здесь разного размера, и в нижнюю часть мы укладываем камни более крупные. Как я уже сказал, в нижнюю часть укладываем более крупные камни. Кладем их таким образом, чтобы максимально обеспечить прохождение пламени, чтобы камни не задерживали пламя. Для этого лучше ставить их вертикально. Также мы видим здесь отверстия, откуда поступает свежий воздух для горения. Их закладывать тоже не нужно, поэтому ставим камни, не закрывая эти отверстия. Вот мы положили первый слой камня, и теперь мы укладываем металлические цилиндры. Укладывать их надо таким образом, чтобы они, опять же, не мешали прохождению пламени. И поэтому мы кладем их поперек, ну или на некотором расстоянии друг от друга. Вот такого количества на этот слой будет достаточно. Продолжаем укладку камня. Как я и говорил, камень лучше ставить не плашмя, а вертикально. Тогда газа будет намного лучше подходить. Камень для печи с прямым нагревом камня, ну то есть пламя идет непосредственно через камни, надо подбирать жаростойкий. Он должен выдерживать температуру выше 700 градусов, а лучше, если он будет выдерживать и 1000 градусов. Вот этот камень, это жадеид. Он имеет обычно зеленый цвет, он из хакасии. Но после того, как он побывал в зоне высокой температуры, он меняет цвет и становится вот таким вот светлым зачастую, или вот таким рыжим, но при этом вот он очень давно и качественно служит. И сейчас укладываем снова металлические цилиндры. Мы не рекомендуем применять для закладки в заряд сюда, в эту печь, чугун, а рекомендуем применять нержавеющие цилиндры, либо камень, либо фарфоровые шары, либо керамические шары. Мы чугун не рекомендуем, в основном по причине, что при касании с нержавеющими сталями происходит диффузия. Даже если вы решите применить чугун в данной печи, то вы должны следить за тем, чтобы чугун не касался металлических частей печи. Ну вот мы уложили еще один слой металлических цилиндров, и сейчас снова укладываем слой камня. Ну вот, за очередным слоем камня следует новый слой нержавеющих цилиндров. Так, ну-ка, и вновь камни. Уже более мелкие, как видите. И возьмем оставшиеся цилиндры, вот их три штуки. И почти полная уже каменка сформировалась. Укладываем мелкие камни. Ну вот, закладка печи готова. Расстояние от верхней кромки печи до камня должно быть примерно 4-5 сантиметров, для того, чтобы крышка спокойно зашла, и мы смогли закрыть и зафиксировать ее. Ну и вот, осталось одеть крышку. Это делается достаточно просто. Фиксируем в удобном для нас месте крышку. Вот, зафиксировали ее. И вот так выглядит после укладки камня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин